В репертуаре музыкального коллектива «Околица» за шесть лет существования накопились самые разные композиции, от народных до авторских песен. Голоконцерту «Самарская вишня» готовились долго, упорно репетировали, рассказывает руководитель ансамбля Вера Кожакина. Изначально выбирали из нескольких вариантов, но в конце концов остановились на песне «Казаки в Берлине». Эта композиция как один из символов победы в Великой Отечественной войне для всех участников «Околица». Мы с семьей ездили до 9 мая, были на Мамаевом кургане, это очень значимо, потому что моя мама в 17 лет ушла на фронт добровольцем, двое ее братьев погибли в первые годы войны, поэтому все военные песни – это история моей мамы. Вот, поэтому вот так вот. Центральной темой 16-го фестиваля «Самарская вишня» стала 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Площадкой проведения традиционно выбрали Дом культуры «Заря». На финальное выступление собрались около 150 лауреатов. Всего было прислано порядка 500 заявок. Отбор компетентной жюри проводили среди видео-визиток, которые участники готовили к первому этапу. В номинациях – композиции, посвященные Великой Победе и Родине, а также русские народные и песни современных авторов. Фестиваль 2023 года точно передал атмосферу военных лет и был пропитан любовью к Отечеству, отметила директор Дворца ветеранов Ольга Баранова. Именно такие песни способны поднимать человека в атаку, способны поддержать, способны утешить. Такие песни объединяют, объединяют целые народы. И сегодня любители хорового искусства, русского песенного творчества объединены такими общечеловеческими ценностями, как победа, как Отечество. Лауреатов фестиваля конкурса «Самарская вишня» наградили в рамках городской и муниципальной программы социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. КОНЕЦ